Вебки не будет сегодня, не хочу на вебке сидеть сегодня. Да и вообще, так, чисто стрим, чисто для себя. Просто хотел сегодня вечерком в Starfield поиграть, думал подрубать, не подрубать. Решил подрубить. Вне в напряг, так сказать. Поэтому кому что-то не нравится, там отсутствие вебки или еще что-то, можете просто на другой стрим проследовать, мне, в общем-то, по барабану. Тем более за ГТРП я деньги вернул. Я, короче, сегодня весь день потратил с этой сраной РП, включитесь. Блин, то античит зависнет, то ГТА вылетит. Короче, у меня просто жопа взорвалась, я вернул бабки и сказал нафиг. Больше никогда к этому не притронусь. Заодно жена доработала Шварца, смотрите. Мне кажется, гораздо лучше, чем вчера. Теперь прям, ну, конечно, идеального все равно не сделать, но, по-моему, он же больше не похож на узбека или на мексиканца. Достойный Шварц. Балдеж, да? Хе-хе. Вот так, если смотреть, вот так вообще не отличишь от настоящего. Жирный. Я, да. Я все... Я все моды откатил, кстати. Ванилу поставил, потому что... Начала боговать игра с этими модами, все персонажи в какой-то момент стали голыми. В итоге не стал разбираться, что именно бога это. Откатил все. Пойдем, возьмем Сарочку. Сарочку. А то как-то одиноко мне бродить. Блин, опять Скуфы пришли. По-моему, Скуф остался от первого персонажа. Так, Сара. Сара Морган. Итак, у нас есть звезды, рожденные в созвездии. И ты знал всех нас из своей предыдущей вселенной. Возможно, даже наши секреты. Честно говоря, это немного тревожит. Жалко, что она не была моей женой в прошлой вселенной. А то можно было бы вообще интересную тему протолкнуть. Ты не та, Сара, которую я знал. Так, я бы хотел, чтобы мы начали все сначала. Узнаем друг друга как в первый раз. Ты хоть понимаешь, как это безумно звучит? Для меня не существует первого раза. Ты имеешь в виду твой первый раз с другой Сарой. Ну, типа, все-таки она, наверное, даже... Даже женщина будет ревновать даже, наверное, к самой себе из другой вселенной. То, что бабы, они очень ревнивые. Это когда на чужой кукан прыгнуть, а не сразу готовы всегда. А как вот отпустить в баньку или еще что-то, это, конечно. Так что давайте будем говорить, что... Хочу знать именно эту, Сару, чтобы она почувствовала себя особенной. Но ты даже, я имею в виду, ты все еще человек. Как мне понять, с чего начать? Я уже машина. Так что теперь? Ну чушки собирать, что ж теперь еще? Почли со мной, если хочешь жить. Наш любимый Гагарин, ребята. Ты мычал на Гагарина. Значит, у меня шумоподавление включено на микрофоне. Не важно. Смотрите, я вам хотел корабль показать. Как вам такое? Я его называю Big Black Ship теперь. А? Не, ну красиво, красиво. Стример Мэдисон склонял... Никак... Че за чушь? Я вчера вырубил, как раз вылетел... Вылетел интернет у меня. Я общался с местным населением. И было весьма печально, на самом деле, слышать то, что они рассказывали. Потому что девочке... Девочке очень скучно. У них всего один класс. Она хочет поскорее вырасти, чтобы отсюда улететь. Но папа говорит, чтобы она сидела здесь. И вообще никуда не хочет. Жена там вообще поехавшая. Никак не затыкалась. Все, говорит, это... Живем в говне. Точнее, она делала вид, что довольна. Но на самом деле, она мне напоминала жену Джека Николсона из «Сияние». То есть, она просто... А расскажи мне, как на других планетах. А расскажи, как в космосе. А расскажи, расскажи. Расскажи, расскажи. Ну, а их тоже можно понять. Он целыми днями лицом в растениях. В кустах. А жена хочет, чтобы он в ее кусте был. Эти фермерства очень важны. Но я хочу заниматься другими вещами. Нравится ли тебе работать на ферме? Я думаю, это очень весело. А еще я могу целый день быть рядом с мамой и папой. Так что это здорово. Да, в общем-то, все не так уж... Я буду говорить, что все не так уж и опасно. Возможно, она убежит от мужа и возьмет дочь. Так. Сменит тему. Так, так. Давай, давай. Спасибо. Существует ли на самом деле планета, полное растений свежего воздуха и воды? Не, я только на камнях каких-то гумозных был. Жаль, вы не слишком отличаетесь от меня, я думаю. Блин, надо было ответить, что есть. Она бы точно убежала от мужа. Че? Ну, давай, давай. Спасибо. Так ли интересно космические путешествия, как кажется? Ладно, короче, да, это... Я до сих пор поражаюсь благоговению и удивительности этого места каждый раз, когда выхожу на него. Хотя в этой игре нет космоса, но ладно, пусть так будет. Ну, вы видели меня, что я просто обязана куда-нибудь поехать. Большинство из нас никогда не покидает поверхность трюкомства, да? Это предмет гордости многих людей, но мне всегда было любопытно. Это все вопросы, большое спасибо. Жесть, она сумасшедшая. Но это всегда полностью идет от других членов семьи тоже. Они все здесь больные люди. Ковыряются в каких-то растениях. Очевидно, от растений какое-нибудь испарение идет. Метановые вот переработки, или какие-то каннабиноиды, или как они там называются. И едут крышей. Знаю ли я вас? Я уверен, что видел вас раньше, нет? Морис Леон. Здравствуйте, вы пришли познакомиться с нашей небольшой музейной экспозиции? Да. Давай, рассказывай. Замечательно. Это все редкие артефакты, оставшиеся еще до распада земли. За пределами частной коллекции осталось не так уж много таких вещей, но здесь мы рады поделиться с публикой их блеск. У всех здесь такие интересные фамилии. Когда наши первые колонисты узнали о гибели земли, они решили взять себе название родных городов, чтобы помнить о своем наследии. Например, моя семья городом из города Леона, в стране, которая называлась Францией. А я сразу понял, что он француз. У нас есть все, и игрушки, и старинная техника, и спортивные реликвии. У нас даже был старый земной транспорт, но мы были вынуждены продать его, так как Тодд Говард не умеет делать транспорт в своих играх. Так, ну давайте смотреть. Бейсбольный мяч, планшеты, баскетбольный мяч, футбольный мяч, бейсбольный мяч. Видеокассета! Это реально. Где вы это говно нашли? Книга. Это я даже не знаю, что такое, я такого не застал. Уууууу! Жесть. Мышка с одной кнопкой. Я уверен, такого не существовало никогда. Компьютеры в той или иной форме существовали с тех пор, как в 1822 году Чарльз Бэйббидж создал дифференциальную машину. Да конечно. В 1822 году. Люди еще, наверное, динозавров прикармливали. Также, какой-то артефакт в виде свиньи и утки. В 15 веке для хранения физической валюты широко используются выдолбленные керамические стуэтки животного, известного под названием «Свинья». Различные спортивные фотографии и памятные вещи Земли. Чемпион по бейсболу, штат Масла Чусетс, игровой футбольный мяч Международная Лига, баскетбольный мяч, использованный командой чемпионов мира по баскетболу, рекордный бейсбольный хоум-ран. Видеокассета 1976 года. Да невероятное место вообще. Стар Сап Турс, а ты че продаешь? Билл Стар Сап. Приезжайте в Нью Холмстед, ради истории, оставайтесь ради... Здравствуйте, я Билл Стар Сап из компании Стар Сап Турс. Позвольте мне сказать вам, что это место полно истории и интересных фактов. Например, знаете ли вы, что Нью Холмстед был одной из первых колоний, основанных за пределами Земли? Она была заселена в том или ином качестве уже более двухсот лет. Невероятно. Да, это не научная фантастика, а научный факт. Есть еще много историй, откуда это взялось. Остается только вопрос цены. Настоящий Стар Сап Тур стоит всего сто кредитов. Это больше, чем я рассчитывал потратить. Но сто кредитов это разумно, я думаю. Я всем расскажу о твоем удивительном туре. Ну, я обычно не занимаюсь такими вещами, но вы, конечно, производите впечатление человека, которым надо путешествовать. Возможно, это было бы полезно для бизнеса. Давайте начнем это шоу. Итак, главный конкурс новых Холмстедов. Этого подземного попечения не существовало до 30-го года, когда был закончен первоначальный форпост. Следуйте за мной, мы вернемся сюда к концу экскурсии и поговорим о музейной коллекции. Сара, извини, я не знаю, но так получилось. Помните, что эти люди не актеры, они действительно живут здесь, так что постарайтесь отнестись к этому с уважением. Пространство крайне ограничено, здесь можно заметить некоторый перелит. Я буду останавливаться на каждом из пунктов назначения, если вы хотите смотреться, или у вас возникнут вопросы. Да иди дальше, ты че-то встал. Хорошо, мы поедем на жилом лифте в зону ферм на уровне поверхности. Сюда. Что происходит, я как будто в дурке нахожусь, дети смеются. Что я могу сделать для тебя? Эти люди, Сидония, могут быть ближе к земле. Далан, лежи, че, лечись. Че, встал. Экстремальный холод, снег, но я же в помещении. Ё-моё. Фермы Нью-Хэмстеда — это бьющееся сердце колоний. Без них фарпост умер, бы эти капсулы герметичны, имеют климат-контроль. Идеальная среда для выращивания гидропонной растительности, необходимой для выживания в первые дни существования колоний. Да не трясись-то. Вперед, в конце экскурсии мы заклянем в таберню «Коричневая лошадь», где в приготовлении блюд используются многие из этих местных продуктов. Но сейчас до нашей следующей остановки осталось совсем немного, следуйте за мной. Пошли сразу в пивную, слышь. Блин, пипец, не хотел бы я тут жить. Далян, мы отправимся на улицу, не забудьте проверить уплотнение на вашем костюме, потому что там немного прохлана. Давай не пойдем, а? Ё-моё. Пошли сразу в... Чувак, ты видел, что за окном творится? Это как в Норильске жить, из дома выходить вообще не надо. Могу предупредить, что закрываешь. Чувак говорит, скучное дерьмо. Пошли назад, мужик. Эли он тоже попробует меня на кредиты, а будь сейчас пушку достанет. Блин, хочется его припить, если честно-то. Боюсь, Сарочка не одобрит. Это стандартная экскурсия в любом провинциальном городе. Показывать нечего, но очень хочется. Блин, я бы хотел приехать куда-нибудь, вот именно в такой город, и сходить на экскурсию, где нихрена нет. Какой-нибудь реально Егорьевский. И посмотреть, как будет выкручиваться экскурсовод. Поговорим о ветроэнергетике. Давай пойдем в лошадь, братан. Блин, мне кажется, я даже сквозь маску богомола вижу, как она, блядь, осуждающая на меня смотрит и ногой сучит. Прошу прощения, за мат. Чел, пойдем в кабак, сука. Такое ощущение, что он отрабатывает каждый из нуля долларов, который я ему дал. Следующая остановка интересная. Я только недавно включил ее в путь. Единственная природная достопримечательность в туре, это, видимо, та скала. Ледниковый шпиль, который мы называем Рок и Мира. Раньше этот колосс носил ими персонажа популярного фэнтезийного романа, но пару сантиметров лет назад оно было изменено, чтобы избежать возможных судебных разбирательств. Чел, мы реально будем смотреть на сраную скалу? Собираюсь убить его, да ну-то. И так вот он, Рок и Мира. Если хотите, можете посмотреть на него поближе. Вы уверены, что это не древняя фумарольная ледяная башня? Ну как же, вы действительно знаете свое дело. Может быть, это вы будете проводить экскурсию? С меня хватит. Отлично, тогда идем на следующий остановок. Завод по переработке метана. Сука, зачем я взял эту экскурсию? Я думал, он просто пройдет по сраному коридору и мы пойдем в бар. Но он нам реально проводит экскурсию с хождением пешком по какой-то санине, блин, где нету ничего. Ого, тут натурально нету ничего, чувак. Вы живете на камне ледяном, в сраном железном бункере 3 на 3 метра. Возможно, это ирония, я не знаю, это постирония какая-то. Да, для игры явно нужен геймпад. Придется покупать геймпад Старфилда с раскрасочкой. Алло, тут он вот все сделан для того, чтобы ваше приключение было, блядь, интересно. Ну, оно очень интересно прямо сейчас, просто интереснее некое. Ледяные шахты, природный источник, где вода поднимается из глубины. Еще мы выходим. Мы только зашли. Но это лучше, чем экскурсия Сиерры, Петровиты. Я не знаю, почему тот город так любит экскурсии в своих играх и музеи. У него какая-то вообще, походу, ну, какой-то фетиш на музее. Да я уж был тут. Мужики бурят лед резаком. Почему нет? Да ладно, я и так знаю ответ. Смысл отапливать ледник. Еще тупей, наверное, спросить. Так, его любимая часть экскурсии. Таверна Коричневая Лошадь, дорогие друзья. Задолго до того, как космические путешествия стали мечтой жителей Земли, даже до того, как появились такие старинные машины, как автомобили, лошадей, можно было встретить по всему. Возможно, увидели их в старых фильмах или читали они где-то. То есть нет, я очень рекомендую как-то принцессоваться ими. Прекрасные животные. Первоначальный владелец таверны был влюбленных, насколько я понимаю, и назвал заведение в их честь. Да не, таверна топовая, я считаю. Я бы, наверное, здесь жил просто, блин, 24 на 7 в ней пердел бы. Это вкусный завтрак заставляет меня проголодаться. Зачем ты взял меня с собой? Могу ли я ответить, что он тебе коричневый лошадь? Лучше бы пиво пошли пить. Да Сара не такая, ей наоборот, ты не знаешь ее характер. Это самая занудная баба во вселенной, на самом деле. Если бы она не выглядела так сочно, я бы ее никогда с собой вообще никуда не потащил. Итак, мы отправились на последнюю остановку туда, откуда начали. 40 минут, блядь, 40 минут я шел за скуфом и слушал шизу, а не существующую в реальном мире лунной базе. Вот и все, надеюсь, вам понравилось. Так же, как и мне. Ладно, держи 500 кредитов, отработал. Я очень благодарен. Вы знаете, я облагаюсь на советы таких хороших людей, как ты. Спасибо вам от всего сердца, приятного отдыха. Ого, очень щедро. Разбрасывайся с деньгами, может, вы не откажетесь подкинуть. Именно это что такое вообще? Это отношение береги себя, я понял, намек, да. Блин, первый раз пачку денег показал, а она уже жало свое начала тут раскрывать. О, я с костюм таракана выполнил. Ну, Сара в нем ходит, если ты проверил. А, нет, кстати. Типа, таракана прям реально таракана? А на какой он планете? Это что такое? Почему я под землю приземляюсь? Все будет пройдено. ГТА-РП не будет, деньги уже вернул. Я пытался в течение двух часов запустить ГТА, потом РП, потом плюнул на это дерьмо и деньги отправил назад. Чувак сказал, ну ладно, типа. Если соберешься еще, то... Ну, на самом деле, честно вам скажу, лучше, вот даже если у меня... Я просто согласился на ГТА-РП, когда у меня вообще не было денег. У меня 50 тысяч рублей оставалось на карте в начале месяца. И я согласился, но если у меня снова останется 50 тысяч рублей, я лучше пойду на вокзал сосать бомжам, питаясь их спермой, чем играть в ГТА-РП. Даже если у бомжей будет твердый чанкер на пенисе. Но тогда... Тогда я не подумал. Но когда я начал пытаться это говно спустить сегодня, я сразу все вспомнил. Я даже не понимаю, как школьники играют в ГТА-РП, блин. Ты что, ну, ты же... Ты же просто хер, блядь, установишь. Вот сам мне в этом плане нравился. Скачал, сам включил и пошел пердеть. А тут, блин, то чья игра не запустится, то античит зависит. Это еще что-то. Ну, кто там хочет боя? Давайте. Я даже не понимаю, как к ним выйти. Давайте, бой. О, нет, еще. Да! Сара, ты что, убийца? В этом не было необходимости. Меня даже не домашили. Больная. С ней стример Илья Давыдов на стриме в 300 зрителей заявил, что готов глотать у бомжей на вокзале в Америке, лишь бы не стримить в Тарпане. Стример высмеял больного раком и выстрелил в портрет Гагарина. Да, все так и делал. И в чем я не прав? Ё-моё, ну это мой любимый квест, кстати. Если меня будут спрашивать, какой твой любимый квест в игре, вот этот вот, это топ-3 точно. Кстати, я вообще отключил все вот эти ФСР и прочее дерьмо. Все на ультрах, без повышения разрешения. Сначала мне казалось немного мыльновато, но теперь мне наоборот кажется, что это, наоборот, самый чистый вариант игры в эту игру. То есть нет вот этого мусора от сглаживания ФСР, от скейлинга и всего остального. То есть игра прям выглядит, как она должна выглядеть. И выглядит она неплохо, надо сказать. То есть, ну типа, посмотрите вон на Сару. Даже с этого расстояния. Четкая, красивая. 40 FPS поиграть решил. У меня нормально. Целых 60. Все-таки 4090 и 13700, это вам не шутки. Тот Говард правильно сказал. Нужна хорошая машина. Но она у меня есть. Да. Илюша, на ютубе есть видос анализа твоей речи, и там чел своим расследованием пришел к выводу, что если только питерцы говорят, москвичи говорят, если так, что ты никакой не москвич. То есть ты хочешь сказать, что я питерец? Да. Так расследование может прийти к тому, что я не настоящий давно, что меня сменил двойник зубр какой-нибудь. Лед полностью убран. Хорошая работа, я должна быть в состоянии сделать это раньше. Сара, ну че ты не радуешься-то? Я делаю добрые дела. Потому что раз она все прохождение бухтела, что я ничего хорошего не делаю, я только людей убиваю. Похоже, вы действительно не любите туристов. Я нет. Они высмеивают культуру новой усадьбы. И вдобавок, они безрассудны. Как я уже говорил, мне кажется, я общаюсь с ними чаще, чем с нашими людьми. Да какая культура-то? Дурацкое место абсолютно. Звучит удручающе. Хотелось бы что-нибудь с этим сделать. Вообще-то, может быть, есть возможность. У меня есть идея, которая, возможно, лучше подойдет к какому-то относительно известному, а не мне. У меня гора работы и репутация, которую нужно поддерживать. Итак, я купила реалистичный костюм монстра. План был такой. Надеть его и отпугнуть туристов, упустить слух о том, что на Титане живут ужасные существа. Я полагаю, что когда об этом станет известно, туризм упадет настолько, что мне станет немного легче. Это самая тупая хрень, которую я слышал в своей жизни. Я говорил, что у беседки больше нет идиотских, откровенно, квестов в стиле города детей, в стиле суперменов, которые дерутся за два сарая. Но нет. Наконец-то я нашел по-настоящему тупую вещь. Но, возможно, это постороничные квесты, и Баби просто скучная, и она так со мной флиртует. Я сделаю это. Хорошо, я надеюсь, что мне придется делать это самому, так что я рада, что у меня есть доброволец. Вот костюм. Думаю, он лучше себя сработает на поверхности, так что просто найдите группу и подойдите к ним, изображая уедительного инопланетного монстра. Если повезет, они с криками бегут и забронируют билет на ближайший рейс. Но я не в нем. А, он как скафандр, только на улице. Вы везде видите одни лишанусы, друзья. Нельзя быть настолько однобокими, одножопами, я бы даже сказал. Думать всегда о жопах. Это признак глупости. О жопах и какашках думают только дети постоянно. У них все вокруг этого крутится. Вы должны вырасти уже из этого. Покажи жопу. Никогда. Только проктолог. Ну, если честно, она примерно так и выглядит. Поэтому даже проктологи в ужасе. Они говорят, боже. За все сто лет своей практики я не видел ничего более омерзительного. И воспаленного. Домашнее задание. Знаете, чуваки, мне кажется, что в игре много загрузок. Я, блин, уже просто замучился. Из одной комнаты в другую через загрузки переходить. Я причем на три разных SSD пробовал поставить. Потому что кто-то сказал, что на некоторых SSD, на некоторых моделях загрузки вообще не ощущаются. Они везде по 2-3 секунды. Даже если бы они были по секунде, и просто черный экран, и тут же ты в следующей комнате даже это бы раздражало. Да? Да, да, чуваки, да. Я абсолютно серьезно. Ну, вы могли, конечно, ну, не подумать, что я прикалываюсь, но это так. Готовы поспорить, что в ближайшее время они не вернутся. Спасибо, что потакаете моим странным идеям. Вот что я скажу. Если ты захочешь вернуться позже и сделать для меня еще пару раз, я даже позволю тебе оставить костюм. Да, это бесконечный квест. Откуда у тебя такой костюм тут? Я купил ее у честного продавца. Они сказали, что получили его от человека, который носил его в средней школе, как талисман своей спортивной команды. Наверное, это должен был быть даракан, а что-то в этом роде. В любом случае, человек, который я купил, немного изменил, чтобы использовать независимый фильм. Это была партмук, скорее всего. Кто-то, я уверен, трахал этот костюм. Знаете, что я только что понял? Зайдя в Акилу и вообще. Что я, блин, наигрался в Старфилд, реально. Что меня уже сильнее раздражает эта игра своей духотой, нежели приносит удовольствие. Мне даже квесты делать не хочется. Потому что это просто неудобно сделано. Блядь, вот я опять пришел, и нет опять ни карты города, ни хрена. Ходи тут в Оландой, в темнотище, в 30 фпс. Ищи, куда пристроиться. Но нет, я не сдамся. Я не сдамся. Просто очень тяжело, блин, искать контент. Куча филлерных планет. И, блин, такое количество обычного контента, что его просто тяжело найти. Ты хочешь пройти, там, типа, рукотворные квесты, грубо говоря, но его тяжело найти просто. Просто тяжело. Вот, к примеру, начало, да? Самый вход в город. Бабка, даешь квест? Нет. Мужик сидит на стуле, дает квест? Нет. Мужик со шлангом, дает квест? Нет, это женщина, оказалось. Эта дверь не открывается. В магазинах я вроде базарил, со всеми никто ничего не давал. Так, подойдем, давайте к бармену. Может, так, стоп, Рози. Таня Хилл. С именем персонажа. Простите, вашему кораблю нужен врач? Или батарея? Возможно, я смогу помочь. Давай возьмем. Да, я девчонок всех беру. Так, бармен, даешь задание? Домашнее. Ну, из половины людей в этом городе считают, что я занимаюсь халявой. Это меня очень раздражает, понимаете? В любом случае, это, наверное, больше, чем вы хотели услышать. Хорошо, Сиджей. Молодец. Вы можете быть уверены, что ваше хранилище является самым надеждой. А что, в банк теперь берут с флоунской внешностью, что ли? Я вроде здесь бегал, не нашел больше даже ни одного NPC. То есть, в банке реально один мужик стоит и все, квестов не дает. Работа есть? Мне нужен курьер. Простая работа, график не имеет значения. Но для этого нужна свобода действия и никаких вопросов. Что необходимо доставить? Это вопрос, но... Это обычный листок бумаги. Потому что написано бумаге, предназначено только для глаз-получателя. Ты понял? Да. Отнесите это сообщение в ДНК. Есть представитель торгового ведомства. Марсель, отдай ему бумагу. Так, ну что ж, здесь квест мы нашли. Слушайте, ну довольно-таки интересный квест. Да отвезти бумажку. Хе-хе. Забавная хрень. Тут, короче, реклама этих самых протезов для ветеранов колониальных войн. Дом... Так, тут здесь баба, которая хочет уничтожить пиво. Ну, окей, давайте. Это правда, что мой муж управляет одним из самых успешных бизнесов в содружестве. Но я все же думаю, могли бы добиться больше. В Варенье нет ничего плохого, просто загляните в любой баргород. Не какой-то там зацикленный тресник. Моя проблема с бизнесом более нюансированная. Уэстон — это мой муж. Он никогда не был тем, кого бы я назвал мечтателем или провидцем. Да. В общем, он хочет творить только пиво. Если бы этот мужик выглядел хотя бы как тот, который в меме пришел пиво просить у жены, тогда бы я еще понял ее беспокойство. Должен же быть какой-то тупиковый выход из тупиковой ситуации. Я считаю, что ему просто надо развести свою жену и варить пивко. Ну ладно. Проект Генри связан с приятием рынка. Его пиво, как ни странно, действительно хорошее. Мы смогли сделать плохую партию. Ужасно. У маржана столько мало, что он может быть вынужден бросить этим заниматься и займется делом. Сделайте это, и я вам хорошо заплачу. Больше я об этом говорить не буду. Блин. Знаете что? Вот ее муж... Я понял, она хочет поднасрать брату мужа. Вот прийти бы еще и сказать, муж... Твоя жена, тварь, хочет троить пиво. Твоего брата. Но я же не смогу это сделать. Вот я вернусь сейчас. И он будет стоять, опять со мной говорить не будет. И все это через две загрузки еще. В эту избу, блин, 6 секунд надо было грузиться. А где твой брат Генри-то? Хоть найти его, может с ним хоть можно поговорить. Ну ей-богу. В этой игре вообще нет возможности отступить влево или вправо по большинству квестов. Тут даже плохим быть невозможно в большинстве случаев. Сторону антагониста вообще, по-моему, не в одном квесте. Ну кроме пиратского занять нельзя. Но в пиратском просто две ветки, по большому счету. Том стареет. Он с нами не базарит. Короче, что из заданий найду, то и найду. Так, дети, может быть дети со мной в футбол. Не слушай мою сестру, она все выдумывает. Он перебросил меня через стену. Ты не сможешь меня поймать. Это ты полицейским будешь говорить лет через пять. Тяночка. Специальностишь на оружие, я еще работаю, вы нанимаете? Сколько будет стоить? Страстный. Поверьте, вы получите выгодную сделку. Она никакой специалист, но она женщина, поэтому я ее нанимаю. Может быть так и руководствуется большинство компаний в современном мире тем же самым? Или знаете, именно поэтому здесь на всех планетах руководителей сплошные бабы. Никто не хочет брать мужиков. Так низко? Да как в него срать-то вообще? О, бесплатная туалетка. Да, это некрасиво по отношению к людям. Кто-то, может быть, теперь не вытрет жопу. Но должно ли нас это волновать? Она же бесплатная. Когда русский видит что-то бесплатное. Я знаю, что вы шли из игры, но вам бы очень пригодилось с помощью UC. Становится смелее, а вы всегда умеете говорить с ним. Как правило. Но по сравнению с легендой 2009, Райзеном он сосет даже в гражданах. Райзен, как и любая игра пираний, сосет всю жизнь. Я посторонично делал вид, что мне это говно нравится, чтобы мне какой-нибудь дурачок стонатил миллион на прохождение Райзена. Но этого не произошло. Естественно, мне больше не нужно притворяться, потому что я не хочу в это говно играть. Я лучше буду есть сперму бомжей. Вместе с той спермой, которую я должен есть, чтобы за ГТАРП. Короче, отстаньте от меня и все. Специальный туалет, чтобы коленки были выше пупка. Блин, вот жалко, что людей без геморроя в жопе трудно убедить. Вот, например, жену поставить такой вот этот самый, да, туалет. Когда ты, ну, можешь не заморачиваться с коробкой от 40-90, там, а просто срать. Такое ощущение, что игру делали чисто как иммерсив бродилку, чуть ли не симулятор ходьбы. Контент ты какого-то хрена найдешь, зато кабаки, рестораны, блин, повсюду. М-го-дук-тейт, приятно познакомиться, я мистер Тейт, и у вас новичка. Добро пожаловать в Акилла-Сити, полагаю, вы не занимаетесь поиском недвижников? Если да, то ищите дальше. Ну, я заинтересован приобретением здесь жилья. В самом сердце Содруже Свободных Звезд, кто бы отказался? У меня есть два объекта недвижимости, выставленные на продажу. Это треставременный кремлянный особняк в самом сердце Корр. У меня также есть более скромная двухкомнатная квартира в Миттауне. Есть ли к ним интерес? Ну, давай об этом. Это мой самый любимый за последние годы, просторный в самом ядре. Я очень старался получить все схвастования, так что со сильными проблемами быть не должно. Исторический и просторный, столько мест, и цена очень выгодная. 78. Я просто знаю, что это поместье принесет вам столько радости и удачи, а оно ваше. Я здесь думал жилье приобрести. А что, у Лэнса он есть, а у меня нету. Это все? Сары, это все. Сахачка. Он говорил просторно. Это что за халупа? Вот урод. Однушка, да. Не, ну, блин, если бы мне в Америке такую дали. Так, а... Это в Миттауне. Духкомптная квартира без мебели. Много мест. Всего в несколько кварталов. Так она-то и получше, наверное, будет. Ладно, я беру ее тоже. Превосходно. Давайте посмотрим вторую. Слушайте, я не удивлюсь, если дом в колотушках самый уютный. Уютный, маленький, приятный. Надо было там взять. Ну, это вообще в жопе какой-то. По сути, в Митте на хату купил. Очень далеко. О, это двухкомнатная. Это двухкомнатная. Погодите. Сара. Что за параша? А где это, что ли, комната? Сара, будешь жить тут? Сейчас я тебе диван поставлю. Или спальный мешок. Будешь в спальном мешке жить. Короче, я заставлю Катюху обставить эту хату. Вот что я придумал. Наверное, нафармлю ресурс. И она сделает мне красивое помещение. Такое балдер. Надо только прокачать полностью все украшения и прочее дерьмо. Хотя нет. Погодите. Это параша. Наверное, все-таки лучше в той квартире. У нас есть эти пакеты для причины, ты знаешь. Что? Но на пенсии я бы именно здесь бы остался, так сказать. Вот когда мне надоест все. У меня тут две квартиры. Бар тут довольно-таки неплохой. А вот Генри уже скупил. Как вы пришли в пивоваренье? Это еще мне хотелось бы заниматься. Но постановка компания стала достаточно триджеспособной. Я смог ссотствовать в других вещах. Но в многом случае, мы получили эту пиву и является естественным продвижением. Продвижением той работы, которую мы уже проделали. Благодаря Энтелли Вит мы уже накормили город. Теперь мы собираемся утолить ее и его жажда. Вам бы в маркетинг. В некотором смысле уже я разработал все рекламы логотипа для Филберн Агрикултурал Систем. Не, ну слушайте, я как бы за здоровый образ жизни. Против того, чтобы все стали пивасами и пили только пиво. Но я считаю, что женщина ведет себя некрасиво. Что? Вот блин, с меня хватит. Подумай только, я даже подумал поддаться на Энтелли Вит. Это для общего блага. Шансов больше нет. То, что она сделала, просто неправильно. Я и не думал, что она способна на такой коварство. Вам не пришлось меня побежать. Спасибо, я постараюсь, чтобы в дальнейшем никто не мог вмешиваться в мое пивоварение. Примите это и еще раз спасибо. Мог бы пиву дать тогда уже. Вот Вилап Геймс я видел, пошел и пиво испортил. Ну что за человек, а? Как так можно себя вести? Ё-моё. Ты не дома, Сара. Ты что творишь? Людям может не понравиться. Хереси, у него там рак. Купил, куда лезем? Куда лезем? Пиво. Слушайте, ну вот на самом деле, он вроде как говорит, что вот он бросил и обвиняет копченую колбаску в раке, но по сути, вот если бы мне, ему было 63 или 64 года этому врачу, если бы мне было 64, и я, ну, узнал, что у меня рак, а я последние 20 лет не пил бы до этого, то я бы, наверное, расстроился, что я последние 20 лет не пил, а не то, что я умру. Потому что, типа, какая разница, один хренрак, блин. Мог бы, ну да, мог бы и в 50 отъехать, но по факту, как бы, ну, хотя с другой стороны, эти 12 лет, они, наверное, играют роль. Я сейчас в бубен закачу, если ты не завалишь свою варежку, сука! Сколько можно трещать? Тогда Сару можно будет трахать. На НГ плюс плюс, потому что мне надо было фракционное дерьмо вместе с ней проходить и делать добрые вещи. Если этого не делать, то мне она не даст абьюзер. Меня как минимум две женщины в этой жизни называли абьюзером. И токсичным. Так что да. Так, это какой-то алкашный. Ликеры Ле Гранде. Надо зайти по любасу. Ну, из пакетов пить не буду, я все-таки не совсем кончен. Смотрите на нее, она какая хорошенькая. Смотрите, какая миленькая. Это пивная башка. Какой кайп! Но все же, смотри, когда ты берешь пиво, оно такое свежее, холодное. И его так хочется выпить, а потом вкусить вкус рыбки или чипсов. Прям мммм. Напиться им и потом пердеть. Думаю, идеально. Да, но... Блин. Ты берешь, понимаешь, ты берешь это удовольствие взаймы у собственной жизни. И в собственном счастье. От тебя уходит семья. Ты теряешь работу. Ты отращиваешь отвратительное, омерзительное пузо. И сиськи. Теряешь человеческий облик. Деградируешь. Здоровье просаживаешь. Блин. Вот единственное, что мне не нравится. Все, кто против алкашки, они все говорят. Типа, в мире столько удовольствий, помимо алкоголя. Но я не знаю ни одного в мире, кроме, блядь, боли и страданий. И, блядь, работы ебаной какой-нибудь. Вообще ничего нет. Поэтому люди и бухают. В удовольствие, блядь. Я спрашиваю, пример удовольствия приведите. Ну, это и приводит какого-то говно. Блин. На сноуборде покататься. Да в очко себя забей свой сноуборд, блядь. Путешествовать. Мне, блин, на диване больше нравится лежать, чем путешествовать. Это все говно. Вот в чем проблема. Найдите альтернативу. Ну, нет. Люди предлагают и альтернативу, типа... Они предлагают альтернативу. Например, ну, долбить. Или, я не знаю, там... Ну, что-нибудь в этом роде, да? Но это тоже говно. Мне это, например, не нравится вообще. Я не получаю никакого удовольствия. Вот в чем проблема. Я на мотоцикле катаюсь. Блядь, ну, если выбирать, что безопаснее для жизни, пиво сосать или на мотоцикле кататься. Я тоже в этом летом чуть не купил мотоцикл. Это уже плохой знак, мне кажется. Так, ну чего, давайте. Я всегда хотел быть знаменитым. У меня много историй. Я много всего видел. Давайте расскажу. У меня есть инсайдерская информация о смерти Рона Хоу. У меня знакомый разъебался на Моте недавно. Отбухло никто раньше 50 лет. Нетки и со стены. Ну и... Кого я знаю? Заебал? Возьми пивка и сразу удалишься из него. Может быть, твой знакомый пивком поехал? Мы ждем уже БГ-3. Под Фандер и Райзин. Спасибо. Если послушать новости, то обязательно услышите об этом. Радио нет в игре! Я лично расправился с Тираморфом. Я спас положение. Это значит... Жалко дураков, не умеющих пить. Кого бы он находиться больше с вами? Что такое умение пить? Это что, умение как на гитаре играть, что ли? Берешь и просто заливаешься. Проблема-то в том, что у алкоголизма есть стадии. И вторая стадия, она уже неизлечима. Ты уже все алкоголик. Вот как этот чмошник. Вот пьешь и все. Ты пьешь каждый день, и ты не можешь пить немного, контролировать себя и так далее. Что случилось с грабителем? Я договорился. Что вы сделали? Я имею в виду, хорошо говорить на переговорчик по захвату заложников? Вот, кстати, мы как будто бы подводим итоги того, что мы сделали. Вот я все ей рассказываю. Вспомните, как это было восхитительно. Сколько всего было в этой игре невероятного. Обошлось бежать. Это действительно хорошая новость. Я поняла. Я поговорю с создателем, но ожидайте это в ближайшее время. Здесь я говорю просто как человек. Но я надеюсь, что не будете сильно жалеть о том, что сделали. Да ладно, я вообще ни о чем не жалею.